Всем привет, мои хорошие! Начинаем новый влог. Оставили векушку Сашиной маме. Вот, Саша сейчас пойдет в тренажерку, а меня оставят в центре, около кольца. И я хочу сходить в магазин Молодой Зелена. Мне туда Сашина мама подарила карточку на Новый год. Вот буду тратить, покупать все всякие ништячки. Вот, потом хочу зайти в Золотое Яблоко. У меня там на карточке тоже подарочная осталась еще немножечко денежки. Хочу купить себе еще один тот блеск от Ламель, который мне очень понравился, только в другом оттенке. Вот, в общем, как все куплю, потом домой приду, покажу, что взяла. Вот, так что поехали! Ну что, Молода Зелена сходила, а теперь Золотое бегу. Я уже дома и пользуюсь случаем, пока Викушки нету дома, я решила отправить посылочку нашей победительнице. Это второй мой розыгрыш был. Вот, написала уже письмо. Сейчас все это буду упаковывать, чтобы ничего не повредилось при транспортировке. И все. Поедем с Сашей на почту, отправим. И приеду домой, уже покажу вам, что взяла в Молодой Зелена, что купила в Фикс Прайсе. А нет, в Фикс Прайсе я отдельное видео буду снимать. Тоже, кстати, девчонки, скоро будет конкурс. Участвуйте, там будет офигенный приз, я думаю, вы оцените. Вот. Ну, а я буду упаковывать. Я дома. Все, посылку отправила. Сейчас будем с вами распаковывать пакет. Вот этот. И я буду отдыхать. Я пока одна. Можно даже посмотреть какое-нибудь кино. Девочки, вы не представляете, как давно я не была просто одна на единицу. Самой-самой. Это кайф. Мама меня поймут. Значит, в Молодой Зелена взяла себе вот такой вот тоник от Organic Zone. Тоник для нормальной и сухой кожи. Мне его посоветовали, сказали, хорошая фирма. Вот, буду пробовать. Не знаю, первый раз такую вижу. Что тут у нас? Гиалуроновые молочные кислоты. Гель алоэ веру увлажняет. Экстракт охиноцея укрепляет кожу. Витамин Е придает ей яркость. Свежесть. На-на-на. В общем, буду пробовать. Потом расскажу о своих впечатлениях. Также в этом же магазине взяла себе вот такую вот щетку для сухого массажа. Давно уже хотела начать этим заниматься. Вот, посмотрим, будет ли эффект или нет. Вот, и еще взяла вот такой вот бальзам для губ от Levran. Мне сказали, это очень хорошая фирма. Я хотела еще тоник тоже от этой фирмы взять, но потом решила попробовать вот разные фирмы. Вот, в следующий раз, возможно, возьму от Levran и тоник, если мне понравится. Он, знаете, я его уже открыла. Он такой густющий, густющий. Очень напоминает даже мне чем-то на Purilan. Кто знает, что это такое. Там прям лонолин настоящий. Вот, выглядит он вот таким вот образом. 10 миллилитров. И тут вот такая вот. Я сейчас даже попробую выдавить. О, видите, он прям вот такой вермишелькой вылезает, потому что он очень прям такой плотный. Вот. Что еще взяла? Еще взяла две пилочки. Ну, это просто были необходимые покупки. Мои уже поистирались. А в золотом яблоке взяла. Помните, я вам показывала, когда разбирала свою косметичку вместе с вами. Вот такую вот я брала помаду. Это жидкая такая помада, которая наносится как блеск. И потом высыхает, становится матовой. Очень классная, очень красивая. Взяла в другом оттенке. Это уже 108. Та у меня была 101 или 102 оттенок. А это такая более розовая, даже не розовая. Не знаю, даже пыльная роза какая-то. Вот так ее опишу. А это, ну это просто я не смогла удержаться. Такой вкусный цвет, девочки. Это тоже от Lamelle. Немножко другая помада, вельвет, крем. Что я вам рассказываю? Давайте я вам сейчас свочи сделаю и покажу. Ну вот, смотрите. Блин, они вообще обалденные. Камера все равно так не передает, как в жизни. Пока эта помада сейчас блестит. Она сейчас немножечко подсохнет и будет матовая полностью. Вот. Видите? Очень красивые такие цвета. Вот, ну второй, который очень яркий, я прям не смогла просто не купить. Вот влюбилась и все, прям в оттенок. Классный, знаете. Иногда, вот, иногда действительно хочется что-то такое яркое нанести на губы. А этого просто нет. У меня единственное, что есть яркое, это одна красная помада матовая. А иногда вот хочется что-то вот такое. В общем, я очень-очень довольна, что я нашла эти блески, потому что носятся. Они просто отличные. Цена у них 255 рублей, что ли. В общем, вообще очень-очень бюджетно. Поэтому вот советую присмотритесь. Вот видите, он уже начал подсыхать. В некоторых местах уже подсох. Ну, в общем, короче, будет потом матовым и будет сказка. Ай, как красиво. Ой, я прям вообще не могу. Мне прям очень нравится. И вообще, вы знаете, я последнее время, я прям, не знаю как сказать, я прям вот реально кайфую от покупок косметики. Как уходовый, так и декоративный. Вот я прям знаю, что я сейчас приду, все это сложу в косметичечку свою. И мне прям так классно от этого становится. Не знаю, что со мной случилось. Это называется уже, знаете, я потихоньку начинаю выползать из декрета. Потому что когда я вот с малышом совсем, да, с векушкой маленькой сидела, мне вообще ничего не надо было. Я вообще не красилась. То есть, ну, и интереса к этому особо не было. А сейчас я выхожу уже в люди, в свет, так скажем, да, уже хочется себя приводить в порядок, краситься. Вот. И, в общем, да, прям удовольствие огромное получают косметики. Ну, короче, вот, смотрите, он уже практически высох и стал матовым. Вот этот, особенно верхний, да, там две полосочки только осталось подсушиться. И все. Красота. Напишите, кстати, в комментариях, как вам такие оттенки, нравятся или нет. Мы, наконец-то, выбрались на Баумана. Посмотрите, какая красота. Вообще супер просто. Ай, то что? Красиво, да? Вот и красиво. Башня какая высокая. Да. Какая башня, Викош? Башая. Башая, да. Мы приехали на вторую локацию, Черное озеро. Тут тоже очень красиво, все нарядно. Будем гулять. Мы сейчас с Сашей обсуждали, что елки уже не те, не как в нашем детстве. Потому что раньше они были увешаны все вот этими огромными конфетами, мишурой, какими-то медведями, чем только, что только они туда не вешали. А сейчас это просто конус. Просто светящийся конус. Как-то нет вот этой вот атмосферы, да, вот этого новогоднего какого-то волшебства. Ну, не знаю, у меня такое восприятие, елок. Просто получите, распишитесь. Да, да, как-то просто вот. Ну, красиво, конечно, наверное, для детей, но вот нет вот чего-то такого, что цепляет. Напишите в комментариях свое мнение. Будет интересно почитать. Может быть, просто уже возраст не тот. Но раньше было круче. Машите маме ручкой. Смотри, там какая люстра, Викушевик, висит. Пойдем? Ой, висит, стоит. Пойдем люстру смотреть. Народу вообще никого. В том году, помнишь, Саш, какой здесь ажиотаж был? Вот в том году мы сюда приезжали как раз в праздники, и народу было очень много. Прям, ну, действительно, приходилось проталкиваться, как-то фотографироваться было неудобно с этой люстрой. Все там толпились, и было, в общем, неудобно. И мы специально в этом году, в праздничные дни, вообще никуда не выбирались, потому что знали, что везде будет толкучка, как обычно. И не походить там, да, с удовольствием. Просто, ну, не знаю, постоянно какое-то толкание. Мы этого не любим, поэтому пришли, когда уже вот никого нет. И все принадлежит только нам, практически троим. Вот она, красотка. Не знаю, кстати, многим она не нравится. Мне нравится, необычная. Красивая лампа. Люстра, смотри, какая большая, да? Красиво? Да. Да. Так, знаешь, со смыслом сказала, с таким глубоким взглядом. Впечатляет. Смотри, как деревушки мигают, да? Красиво. Викуш, ты замерзла? Замерзла? Кукла? Да. Пойдем домой? Нет. Локация номер три. Это центральная елка в этом году, около Чаши. У нас тут в Казани. В общем, мы устроили сегодня небольшой забег по казанским елкам. Посмотрим, что здесь есть интересненького. Марафон. Точно. Как красиво, Викуша. Что? Куда? Куда? Буду батут, что ли? Да. Тут есть, блин, классный лабирин с ледяной. Вот здесь елка классная, кстати, крутая. Она хотя бы необычная. Не просто с огоньками, а тут еще всякие, видите? Как раз про что я говорила. В нашем детстве были конфетки всякая дешера, а тут вот так вот интересно ее тоже с помощью гирлянд украсили. Красиво, мне нравится. Тут на водружках катаются, здорово. Тут уже такая активность. Что ты хочешь? Батут. Скажи, батут? Туп. Туп. Батут. Туп. Туп. Вот это горки, они просто огромные. Мне было бы страшно, честно, на них кататься. О, как здесь классно, вообще. Я помню, мы с Юлькой в детстве обяжали эти лабиринты, постоянно в них бегали. Классно. А теперь мы погружаясь в детство вместе уже с нашим ребенком. Пойдем с горки кататься, с горки кататься. Хотим бегушкам прокатить вот на этой горке. Классно. Да, еще будешь кататься? Чувствую, мы отсюда не так просто уйдем. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok